Приветствую вас. Прошу меня извинить за то, что я скажу, но у вас весьма малосодержательный вопрос получился, поэтому я его зачитаю, чтобы вам было более, так сказать, нарративно это воспринимать. Вот, и надеюсь, что вы сможете получить тот ответ, который вам нужен. Итак, возможно ли жить счастливо с человеком, если от предыдущего брака у него двое маленьких детей и у меня ребёнок? Да, возможно. Возможно, если вы оба счастливы сами по себе. То есть, если вы сами по себе несчастливы, то, ну, в общем, да, в таком случае невозможно. Это правда, потому что, ну, с чего бы я этой возможности взялся, ведь сами по себе вы несчастливы, а друг от друга пытаетесь какие-то вещи добрать. Дальше. К детям с вами он ездит, и что? Я не понимаю, почему он там не останется. Ну, наверное, потому что хочет быть с вами. То есть, мне, честно говоря, сложно придумать другое объяснение тому, почему он, ну, не останется у них. Другой вопрос, что вы, вы, ну, вот вы сами, вы как раз-таки сомневаетесь в том, что человеку нужны. И вот это, на мой взгляд, куда более интересный момент. Вы ни много ни мало демонстрируете свою неуверенность в себе. Может быть, зонизированный смаз. Вот. И, ну, как? Наверное, очевидно, что с этим нужно работать. Вот. с тем, чтобы повышать восприятие вами собственной ценности. Дальше. А здесь я? А кто я? Да. И чужой ребёнок. Ну, почему чужой ребёнок? Опять же, чужой ребёнок является чужим в том случае, если вы его... Если вы его воспринимаете таким, если вы воспринимаете своего ребёнка как чужого, то вероятно, что и мужчина будет воспринимать его тоже как чужого. Потому что как иначе? Ведь вы транслируете сами, как относиться к вам или как относиться к ребёнку. Поэтому не совсем, честно говоря, не совсем понятно, с чем связана такая вот достаточно пораженческая ваша позиция. Да, она такая достаточно пораженческая, достаточно такая позиция проигравшая. Их по-любому связывает больше, то есть, ну да, возможно, но мужчина-то выбрал быть с вами или я чего-то не понимаю. То есть, да и вы выбрали его, то есть как-то вот здесь на самом деле несколько странно, вы вроде бы сделали выбор в пользу мужчины, да, он сделал выбор в пользу вас. Ну, такое ощущение, что вы как будто бы сомневаетесь в своём выборе и выборе мужчины. Вот отсюда и, собственно, вот ваша, ну такая вот привозка, что-то первое, что хочу сказать. А второе, что хочу сказать, это то, что вот, ну, то для вас, значит, отношение, да? Какое отношение они для вас имеют? Третье, что хочу сказать. То, что, да, между вами сейчас меньше общего, но мужчина оттуда ушёл, он ушёл оттуда. От своей предыдущей семьи машина ушёл. Это значит, что то общее, что было между ним и его, допустим, ну, между матерью и его детей, и не пошло их отношения. Понимаете, какая штука? Отношения их, то нет, пошло. Если отношения от них пошло, значит, даже дело не в том, что их больше связывают, а в том, что между ними больше общего. И вот, пока что, получается, что больше общего между вами, раз он решил выбрать, ну, быть с вами. Вот, ну, вы, опять же, это подвергает самочную уверенность собой. Это, в свою очередь, поднимает вопрос о том, насколько вы принимаете свои интересы. Вот именно жизненный интерес, насколько вы свои принимаете. Насколько вы принимаете свои увлечения. Может быть, вы занимаетесь в том, что нравится машине, или в том, что нравится вам он. Может быть, ситуация, в которой вы оказались, я имею в виду то, что у него есть дети, и, по сути, он к ним ездит. Может быть, это не вписывается в ваши ценности, не вписывается в ваше представление о том, как, грубо говоря, все должно быть. Ну, в таком случае вам желательно свои ценности пересмотреть. То есть, вы либо будете подгонять отношения по ценности, либо будете адаптировать их под то, что реально происходит. То есть, очевидно, что у вас есть какие-то страхи, очевидно, что у вас есть какие-то противоречия, может быть, неверные себе. Вот. И вообще говоря, я думаю, что в первую очередь здесь нужно посмотреть на то, насколько вы доверяете своему мужчине. Если вы мужчине доверяете, если вы ему доверяете, ну, то, а в полной мере, например, то имеет смысл с ним эту тему обсудить. То есть, имеет смысл с ним поговорить и рассказать ему о том, что вас беспокоит, что вас волнует и по поводу чего вы переживаете. Может быть, он подозревает о том, что с вами происходит, а когда вы ему расскажете, то отдавая себе отчет, ну, несколько лучше, понимая то, что вы чувствуете, он уже, может быть, будет иначе вести себя. Вот. Понимает? Вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Такая вот история. То, что я могу вам сказать. То, что могу ответить вам, исходя из того, что вы написали. Ну, и по поводу того, как проводить досылку, то есть, пишите, что я не знаю, как проводить выходные методы с моим ребенком, так как мне кажется, ему это неинтересно. А-а-а-а-а-а-а. Вот. Дуже такой важный момент. А-а-а-а-а. Да. Может быть. Может быть, неинтересно. Но правда заключается в том, что мужчина выбрал быть самым. И важно, чтобы вы все были максимально свободны в своих действиях. Вот. Чтобы не было зажатости. Чтобы вы могли показать друг другу то, чем интересно, то, чем вы увлекает. А там еще, больше будет, что будет. В общем, не очень понятен контекст. А-а-а, вот. Именно контекст ваших взаимоотношений. А-а-а. Непонятно. В общем, непонятно, как вы взаимодействуете друг с другом вообще. Да? И как вы сошлись. И что вы понимаете под счастьем. И то, что у вас предыдущие отношения с человеком, с которым ребенок не сложились, да, тоже может говорить о неких негативных паттернах поведениях, которые надо бы скорректировать, чтобы это не повторилось в новых отношениях, в текущих. Может быть, это уже повторяется сейчас. Сказать однозначно сложно. Подумайте об этом. Сформулируйте вопрос. Сделайте его более содержательным. Подумайте над запросом к психологу. То есть, что вы хотите изменить. Вот. И начинайте работать. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. До новых встреч!